Всем привет! С вами канал Космостар. Этого актера с полным правом можно назвать явлением уникальным в советском кинематографе. И дело даже не в том, что чаще всего он воплощал на экране образы иностранцев. Юозас Будрайтис всегда был сам по себе. Он не был штатным сотрудником киностудий и кочевал из фильма в фильм, а в союз кинематографистов вступил исключительно с целью избежать наказания за тунеядство. Но потом эпоха советского кино закончилась. Юозас Будрайтис никогда не мечтал об актерской профессии. Он родился в деревне в Средней Литве, сразу после войны семья перебралась в Клайпиду, но прожила она там недолго. Уже в 1947 году из-за угрозы депортации родители будущего актера вместе с тремя детьми снова переехали в село. В школе Юозас слыл отчаянным храбрецом. Он запросто мог переплыть широкую реку на спор, перепрыгнуть через высокий забор или подшутить над учителем. Он с удовольствием участвовал в художественной самодеятельности, но не собирался связывать свою жизнь с искусством. Отец хотел, чтобы Юозас стал адвокатом, и юноша во время срочной службы в армии посещал вечернюю школу, чтобы не забыть школьную программу и подготовиться к поступлению в университет. На юридическом факультете он выбрал специальность «уголовное право» и был уверен, что станет хорошим юристом. В университете Юозас Будрайтис участвовал в студенческих постановках и даже однажды снялся в эпизоде в кино, однако не испытывал никакого желания сменить будущую профессию. Но после судьба подарила ему встречу с Витаутасом Желакявичусом. Режиссер пригласил Юозаса сыграть роль одного из сыновей главного героя в фильме «Никто не хотел умирать». И молодой человек после этих съемок остался под глубочайшим впечатлением от личности режиссера. У Будрайтиса возникло желание еще раз встретиться с Желакявичусом на съемочной площадке. Университет он не бросил, получил диплом юриста и даже работал какое-то время по специальности. Но теперь он с нетерпением ждал приглашения на съемки в надежде снова поработать с режиссером, оставившим столь глубокий след в его сердце. Впоследствии ему удалось поработать с ним в картинах «Вся правда о Колумбе» и это сладкое слово «Свобода». Актерского образования Юозас Будрайтис так и не получил, но это не мешало ему много сниматься. В его фильмографии значится много прекрасных фильмов «Щит и меч» служили два товарища «Король лир», «С тобой и без тебя», «Легенда о Тиле» и многие другие. В конце 1970-х Юозас Будрайтис окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров при Газкино СССР, правда с режиссурой у него не особенно сложилось. Он всегда считал себя актером кино, а вот театр его не привлекал, хотя он и сыграл на сцене несколько серьезных ролей. Его приглашал сниматься итальянский режиссер Микеланджело Антониони, но он не смог представить советским чиновникам от кино сценарий своей будущей картины и актера, конечно. Никто не пустил за рубеж. В свое время Юозас Будрайтис отказался поступать в труппу театра киноактера, даже несмотря на перспективу получения квартиры в Москве. В столицу СССР он прилетал на съемки, а вот жить предпочитал в Вильнюсе, где ждала его любимая жена Вита и двое детей, сын и дочь. С женой Юозас Будрайтис познакомился еще в студенческие годы. Она после окончания университета стала ученым, химиком, но, самое главное, самым честным критиком супруга. Юозас Будрайтис до сих пор благодарен жене за то, что она терпит все его капризы, бесконечно убирает за ним разбросанные книги и поддерживает супруга во всех его самых безумных начинаниях. Юозаса Будрайтиса не зря называли великим европейцем советского кино. Ведь на экране он часто воплощал образы иностранцев. А сам всю жизнь мечтал сыграть одинокого ковбоя или бездомного, всеми забытого бродягу. Подобные персонажи были близки ему по духу, но в советском кино их почти не было. Когда-то ему даже сказали о том, что его могут обвинить в бродяжничестве. Ведь он не был приписан ни к какой конторе, а если бы его захотели призвать на военные сборы, даже неизвестно было, где можно его найти. А он жил от фильма к фильму, ездил по стране на съемки, любил навещать друзей в Тбилиси и Киеве, Москве и Ленинграде. Только зимой старался не сниматься, так как любил проводить холодное время года в Вильнюсе. Когда актеру задают вопрос о том, как он принял распад страны и исчезновение советского кинематографа, он признается, тоскует по общению и дружбе, а еще по ушедшей молодости. Поначалу после распада СССР Юозас Будрайтис поддался всеобщему порыву и открыл свой кооператив по продаже изделий народного творчества, но бизнес оказался ему чужд. А потому актер с радостью принял предложение о работе в Литовском министерстве иностранных дел, где ему как раз очень пригодилось юридическое образование. А после его пригласили стать советником по культуре при Литовском посольстве в Москве, на этом месте он прослужил 15 лет. Во время работы Атташе по культуре Юозас Будрайтис стал сниматься, используя для этого свои выходные дни и отпуск. Он и сегодня ни за что не откажется снова войти в кадр и вдохнуть в воздух съемочной площадки. Для него он имеет особенный аромат, который нельзя спутать ни с чем. Юозас Будрайтиса и сегодня узнают на улицах, правда в Москве его знают лучше, чем в Вильнюсе. Он не скрывает, что внимание ему приятно, но гораздо больше актер ценит отношение к себе не как к актеру, а как человеку. И все же кино не отпускает его. Он продолжает сниматься и сегодня, а последней работой Юозаса Будрайтиса в кино стала небольшая роль старика, шахматиста, в американском сериале «Ход королевы».